Душа Тело потом отказывается принимать эту душу назад Нет, это не была попойка Это не была Ни пьянка Это была какая-то ледовая попойща Столько народу полегло Сейчас я живу Вы же ничего не понимаете Я не живу Значит, у меня муж есть Леня У него брат Родной брат Родной Живет в тайге Остался, женился на какой-то снежной бабе В общем, остался в тайге Тут звонит этот Брат Брат этот, Серёня У него Юбилей Ему 50 лет И он очень хочет По телефону Чтобы мы приехали К нему отмечать его юбилей В тайгу Я говорю своему, Серёня Ты что, собираешься ехать? Он говорит А чего б не оторваться? Я знаю Если мой Серёня Оторвётся Кто живу Назад Пришивать будет Поэтому я понимаю Что мне надо С ним ехать Как? Тайга Там никаких дорог Нет Там В прошлом году Там Строители Вели трассу В этот посёлок Вели Но им Привезли Цистерну Спирта Для технических Нуж В общем Эта трасса В этот посёлок Не попала Эта трасса Прошла В ста километрах Южнее Ну слушайте И надо лететь Значит Нужны подарки Нужно как-то Приодеться Правда Ну всё-таки Знаете Пошла в магазин Купила Серёне Костюм Я Серёжке Такой костюм Какой костюм Я ему Купить Но всё-таки Человек в тайгу Едет Понимаете Надо Вызреть Он Когда Надел этот костюм И увидел Тебя в зеркале Он сам С собой Поздоровался Он Решил Что это Диктор Центрального Телевидения Зашёл К нам В гости Себе Я купила Платье Я купила себе Вечернее платье Я купила себе Туф Серёне Я купила Костюм Я сказала Себе туфли Купила В ушки Что-то повесить Но всё-таки Знаете Мы же на день рождения 50 лет В общем Приоделись Я доказала Торт Я заказала Цветы Едем Куда В аэродром Два часа Мы по этим Кочкам Скакали Когда я увидела Этот вертолёт Я поняла Что аэродром Там Где он упал Вы бы видели Этот Аппарат Вы когда Вы фильм Смотрели Кинзазад Кинзазад Тот же проект Горшок С пропеллером Боже мой Когда мы увидели Ни одного Иллюминатора Ни одного Лётчики Сказали Чтобы Не поранить Пассажиров При посадке В общем Стоим С Серёней Лётчики Говорят Надо заправиться Надо заправиться Мы с Серёней Ждём Этот Бензовоз Где Лётчики Сели Заправились Так можно Лететь Если бы Я знала Что Эта машина Будет Так Лететь Я бы Сама Заправилась Под самую Завяз Послушайте Я никогда Не видела Летательного Аппарата Который От высоты Теряет Сознание Это было Ужасно Я своим Платьем Привязалась К креслу К которому Я сидела Я этот Цветы Наверной Почвы Были У меня В руках Я объела Всё Как Коза Какая-то Остались Одни Стипетии Представляете Лучше Всего Себя Вёл Торт Он Так Равномерно Распределился По всей Кабине Самолёт Когда Мы Наконец Сели Я Выскочила Из самолёта Упала На землю И кричала Родненькая Я Я От тебя Больше Никуда Не улечу Какие Нас Встречали Люди Если Вы Знаете Пьяные Все И она вот резала. Тут же в аэропорту выпили за прилет и нас повели в дом знакомиться. Боже мой, когда мы вошли в дом. Боже мой, Серёниному брату 50 лет исполнилось. Такое впечатление, что с 40-летнего юбилея никто не расходился. Меня посадили на лавку. На меня посадили какого-то мальчика лет трёх, малыша. Посадили. Через три минуты он отписался. В этом и сидели. Рядом сидел какой-то огромный дядька, огромный. Он мне сказал, разрешите за вами поухаживать. Положил мне на тарелку свинящую ногу, пять ложек салата оливье и ещё куриную вот эту половину. И сказал мне, закуси, малёха. Если не хватит, обращайся. Боже мой, я ребёнка спросила. Давно тётя и дядя гуляют? Он мне сказал, мне только три года. Значит, они начали ещё до того, как он родился. Дядька налил мне в бокал этой мути. Ой, вы бы видели эту жидкость, эту муть, которая, она даже не горит, она сразу взрывается. Дядька сказал, вот это что рядом. Хочу произнести тост. Буду краток. Встал, выпил и сел. Я тоже хотела прибудить. Но он так заорал у нас до дна. Боже мой, может быть, я бы и выпила до дна. Но со дна мне пальчиком поманивал главврач таксилогического отделения. Боже мой, вы бы видели эти рюмки. В них же можно купать детей. То что-то стало жарко. Открыли окна в тайгах. Включились свет. Налетели комары. Полчища. Это был какой-то всесоюзный слет комаров. Кто еще шевелился, того не покусывали. Кто уже лежал. С того не пытались снять одежду. Насосавшись пьяной крови, комары с песнями катались на лампочках. АПЛОДИСМЕНТЫ Боже мой. Тут я отключилась. Я помню, что когда я пришла в себя, у меня на коленях... Я подумала, боже мой, сколько же я была в отключке, если этот малыш, который сидел на коленях, так успел подрасти. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом я поняла, что на коленях у меня сидит дядька справа. АПЛОДИСМЕНТЫ Тут кто-то крикнул, ПЕТАРДЫ! И все рванули во двор. Я хотела посмотреть, что это. Это был везувий вид изнутри. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда в копоти и гали, на четвереньках я... Я предполазла назад. На моем месте сидела рыжая птина, которая сорвалась с цепи. Дядька справа обнял ее за талию, что-то нежно шептал на ухо. Я дернула эту псину, двинула ее по заднице. Псина убежала. Я села, дядька обнял меня и продолжал шептать танши. Боже мой. Потом мы оказались на печи. Это я помню. А рядом со мной лежал мой серевонька. В руках у него была вилка. На вилку была наколота плюшевое ухо медвень. Причем половина была съедена. Он мне вдруг говорит, а что у нас вчера вечером повели в тайгу за кедровыми шишками? Я говорю, из чего ты взял? У меня такое впечатление, что моей головой долбили по кедру. Тут кто-то заорал, банька по-черному! А-а-а! Я, Святи, что это? Это когда тебя кипятят в котле у людоеда и сверху посыпают специями. И вы меня туда засунули и кипятили. Я говорю, господи, только кожу мою не обезопрасьте, пожалуйста. Потом кто-то сказал, теперь кунать ее в озеро! Ну, а вот и хорошо. Сейчас кунут натрет. Вот только ты все закончишь. Пришла я в себя на лавке в простыне. Тут за руки, за ноги несли моего Серене. Дядька кричал, как мы тебя попарили! Серене говорю, что попарили, спасибо. А кожу вы с меня содрали, чтобы ее отдельно постирать. А-а-а! Потом были за отлет. Как мы сажались в самолет, мы увидели дома на видео. Чем смотрим, Сережа говорит, Боже мой, брату пятьдесят лет. Не узнаю. Не узнаю. Какие-то чужие лица. Тут звонит брат. Он обижен. Мы не приехали к нему на юбилей. А-а-а! Оказывается, нас сгрузили в соседние деревни. А-а-а! Оказывается, мы были на поминках. А-а-а! И вот это он позвонил, брат. Он хочет, чтобы мы приехали к нему. А-а-а! На старый дом. А-а-а! Я говорю, Сережа, ты поедешь в Новый год, ты новый, ты че ж нет? А-а-а! А-а-а! Господи, я прошу вас, люди добрые, что бы со мной не случилось, тело верните народе. А-а-а! Еще меня не забыть. А-а-а! Печень запасную взять в сапу. В общем, нас здесь не будет, старые новые. А-а-а! Я поздравляю вас. Гулейте хорошо. И помните, как мы гуляли! А-а-а! Спасибо вам, и пожалуйста! А-а-а! А-а-а! Спасибо! А-а-а! Спасибо! А-а-а!